Субтитры создавал DimaTorzok 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 В котором я ему это все спокойно излагал На это письмо я не получил никакого ответа Когда я начал выпускать видео Опять же от него ответа не было Но его помощники начали Какие-то видеоответные видео распространять Пытаться меня очернить Чтоб таким образом его обелить Такого рода вещи Но с его стороны не было абсолютно никакой идеи прислушаться, выслушать и так далее. Может быть, вы скажете, что я его обличал слишком болезненно для него, а можно было с любовью. У меня есть знакомое священие, которое ему очень симпатизировало, и с большой любовью, и позвонило. Все, как мне предлагали, он ему позвонил и с ним говорил. Отец Сергий, давайте сделаем что-то это. Долго говорил по телефону, а толку все равно ноль. Результат тот же самый. Да, он даже по телефону ему сказал, что надо подумать, я подумаю. А потом, после этого телефонного разговора, опять запускает видео, записывает, где говорит, а вот мне звонят и мне предлагают, а я говорю, нет, я буду стоять на своем. Поэтому нет. Вот чего-чего, а недостатка терпения по отношению ко всем этим людям, церковь отнюдь не проявила. Наоборот, многие говорят, что преизбыток терпения был проявлен, что слишком долго это терпели, что раньше надо было принимать меры, я с этим согласен. Но то, что с ними там не поговорили, что-то, это не те люди, которые хотят слушать. Это не те люди, которые хотят учиться и исправляться. Это те люди, которые хотят учить и исправлять других. Поэтому нет. Хотелось бы, чтобы было так, что да, встретился, сказал, он исправился. Но это бывает исключительно редко. И не с такими людьми, по крайней мере, не с теми, которых вы описали. Продолжение следует...